Дорогой слушатель, приветствуем на прослушивании подкаста сообщества катехизис-катарсиса под названием «Осада Праги, 1648 год». Автор Дмитрий Хондога, читает Маргарита Аксёнова. Присаживайся поудобнее, мы начинаем. Начавшись борьбой за святое, длительный европейский конфликт под названием «Тридцатилетняя война» постепенно скатился к борьбе за простое. Но о вступлении католической Франции в коалиции с протестантской Швецией в 1635 году против тогдашних главных ревнителей латинской веры Габсбургов тому явное подтверждение. Если в начале событий, в период с 1618 по 1631, со всех сторон лица, страдавшие излишней религиозностью головного мозга, кричали что-то вроде «Не дадим нашу веру на поругание еретикам». То теперь подобные фразы вызывали, если не недоумение, то явно умиляли и провоцировали повертеть пальцем у виска перед кричавшими. Если же брать духовный аспект, то католики поняли, что единственным салоном связи им уже не быть, и что начинается эпоха серьезной религиозной конкуренции и сотрудничества. Ну а часть протестантов, воевавших на их стороне, тому явное подтверждение. Основная же масса сторонников новых вероучений поняла свою способность быть организованной силой, но вместе с тем, что даже объединившись, исключить Габзубургов из политической жизни Европы, это просто невозможно. Особенно с учетом того, что протестанты сами по себе не были едины. Взять хотя бы шведско-датские конфликты. Ядерного оружия тогда не существовало, а соответственно одним махом сотворить мир во всем мире было просто невозможно. Поэтому военно-политическая ситуация напоминала горящий торфиник. Там полыхает, там задымит, но главное, никто не знает, как потушить и потушиться ли. В общем, уважаемые слушатели, вы поняли, что к 1648 году 30-летняя война переросла в фазу «как же ты всем надоела». Однако пойти на попятную ни одна из сторон не собиралась. Да и перемирия заключались, но толку-то. С переменным успехом стороны продолжали друг друга обнулять. Шведская армия под командованием генерала-кавалерии Ганса Кристофа фон Кёнигсмарка, видимо, решив тряхнуть стариной и вспомнив времена его величества Густава II Адольфа, летом 1648-го вступила в Богемию. Надо сказать, что было это далеко не просто так. Всему событию ранее предшествовала победа шведской армии Карла Густава Врангеля в битве при Цусмарсхаузене, а это в Баварии. Ну и, собственно, ободренные успехами северяне двинулись учить жить чехов и немцев в надежде на то, что император Священной Римской империи Фердинанд III пойдет на уступки и, как итог, возможно, заключит мир. Однако успех – штука переменчивая, о чем говорила неудачная сада шведами Бурно. Итак, в середине июля месяца Кёнигсмарк подошел к Праге и в начале славных дел ему очень даже сопутствовала удача. Ну, во-первых, его там никто не ждал, во-вторых, в городе шли народные гуляния по случаю свадьбы любимого императора и служебная адекватность на время покинула солдат гарнизона. Спохватились они только тогда, когда шведы уже приступили к гребежам и насилию. Ну, тут отдадим должное свеям, они ситуацию оценили «правильно» в кавычках. Вместо того, чтобы развить успех внезапности, тут же начали гребежи по принципу «война подождет» или «как же так?» «Был в Праге и ни одного сувенира не привез». А ведь, как бы это цинично ни звучало, но по-своему они все-таки, наверное, были правы. Простой солдат не знал, когда закончится война и какое это по периодичности или счету сражения. Поэтому отрывался как мог. «Совесть?» – спросите вы. Ну, не знаю. Вот представьте себе. «Ребят, меня убьют. Может, завтра?» И да, забыл сказать, я очень голоден. Мне не платили жалования, бог знает сколько. Моя жена осталась в Швеции, а я тут. По лесам, по полям, лугам. Который год скачу. Представили себе? В общем, пока у шведов в западной части города вовсю шла вечеринка, прожане, понимая, что если не вызвать полицию, то северяне продолжат в том же духе и в других частях города. В общем, собрали они под ружье всех, кого только можно. Остатки деморализованного гарнизона, студентов университета, крестьян, инвалидов, в общем-то, всех. Дальнейшую оборону возглавил комендант Праги Рудольф фон Калареда. Ганс Кристоф фон Кёнигсмарк, любые с цифрой 12 миллионов гульденов, а также предметами искусства, добытыми его доблестными воинами, в душе плюнул на неспособность своего войска сладить с собой и, приказав ввести все это добро в Швецию, приступил к осаде. Благо, подошедший в конце июля на усиление осаждавшим генерал Арвид Виттенберг, осадные орудия с собой притащил. Короче говоря, жизнь потекла в спокойном и размеренном ритме. Шведы продолжали лениво грабить все, что было вокруг и нетолерантно обстреливать осаждаемых. Ну а те, в свою очередь, закрепившись на своих позициях, мечтали о подвиге и светлом будущем. И было-то всем хорошо, пока в конце сентября не подошла третья армия северян под командованием принца Карла Густава, кстати, будущего короля Швеции Карла X. Ну, смотрите, разные источники пишут по-разному. Цифра объединенного шведского войска колеблется от 12 до 14 тысяч человек против около трех тысяч защитников. Итак, 6 октября 1648 года королевская армия пошла на штурм, но безуспешно. Попытка повторилась 10-11 октября, но, увы, что-то снова пошло не так. В чистом поле, естественно, победа была бы на стороне северян, но в городских условиях, особенно если твой противник может грамотно распорядиться малыми силами в обороне, становится все не так-то однозначно, ибо прожане дрались остервенело, защищая своих жен, детей и имущество от шведского покровительства. В день подписания мира, а именно 24 октября 1648 года, принц Карл вновь повел армию на штурм и даже смог ворваться в одну из обороняемых частей города. Но защитники, даже находясь на пределе своих сил и ресурсов, все же отбили и эту атаку. И тут Рудольф фон Колоредо, понимая, что долго так держаться он не сможет, так как запасы пороха фактически истощились, боевой дух ополчения гарнизона постепенно падает, решил навести мосты с противником на тему почетной капитуляции. Ну, естественно, без грабежей, убийств и прочих сладких моментов тех времен. Однако будущий король, Карл X Густав, видимо, вдохновившись предыдущим почти что успехом своей армии, отклонил все предложения защитников и выставил свои условия, на которые фон Колоредо, сказав что-то вроде «вообще оборзели, что ли?», не согласился. И вот Карл, весь в нетерпении, думает, когда ему вновь отправить войско на штурмы, где лучше ударить, уже предвкушает добычу, ибо здесь, как и в любой подобной ситуации, есть перебежчики, которые говорят о том, что город Ухана. Как 1 ноября 1648 года приходит известие, что война уже дней шесть как закончилась. И нет, он все-таки был аристократом и вряд ли рвал на себе волосы на одном месте своего тела и потому, собрав свое войско, двинулся в обратный путь. Ну, что тут еще сказать. Рудольф фон Колоредо станет фельдмаршалом, получит мешок благодарности от императора Фердинанда и умрет в 1657 году в возрасте 72 лет. Ганс Кристоф фон Кёнигсмарк закончит войну фельдмаршал лейтенантом, успеет еще пару раз повоевать во славу шведской короны и скончается в 1663 году в возрасте 62 года. Ну, а крон принц Карл станет впоследствии королем Швеции Карлом X Густавом, получит прозвище молчаливый король, успеет повоевать с поляками, датчанами и русскими и умрет после поминок в 1660 году, будучи на 38 году жизни. Ну и еще, если что, кстати, это дедушка короля Карла XII. Ну, а если вас интересует более подробная информация о представителях данного королевского рода, то вы с легкостью обнаружите ссылку на текст автора в описании к данному подкасту. Ну, а мы благодарим вас за прослушивание очередного подкаста сообщества Катехизис Катарсиса. Не забывайте ставить нам лайки, писать комментарии, делать репосты, ведь благодаря им нас услышат больше. До новых встреч, друзья!